Заводской шоссе начнет преображаться уже в следующем году. Дорогу расширят, появиться здесь должны и велодорожки. Этого ремонта очень ждут сотрудники многих самарских предприятий. К тому же новое шоссе повысит и инвестиционную привлекательность Самары. Реконструкция первого участка от Авроры до 22-го партиеза уже началась. В этом году там перенос коммуникаций, в следующем 177 миллионов рублей выделяется. И мы конкурс объявили на конструкцию второго этапа заводского шоссе. Будет современная улица, широкополосная, с хорошим освещением, с лимоновой панализацией. Вопрос комфортного пути на работу для заводчан обсуждали на личном приеме главы Самары. Сотрудников авиаагрегата волнует состояние остановок общественного транспорта в Юнгородке. Одну в Костромском переулке уже привели в порядок. Но павильон старый, его необходимо менять. Возможно, здесь появится современный теплый павильон. Самое главное количество людей работает, собственно, в классе технологий этих предприятий. Они должны, люди, чувствовать в себе нормальные условия и чувствовать завод со стороны города, района. А вот вокруг другой остановки Наземица нужно отремонтировать дорогу. И хорошо, люди благодарны, что положили в прошлом году. Это вдоль заводского шоссе, вот как идет эта трасса, положили асфальт. Это чисто, все хорошо. Но ее положили строго. Вот я, как я прохожу, вот железная дорога, где начинается вот этот участок, где не сделано вот это, в который я прошу это ремонт сделать, асфальтовое покрытие. В ближайшее время там проведут аварийно-ямочный ремонт по специальной технологии, которая позволяет делать это и при минусовых температурах. Весной продолжат ремонт. Особый контроль установят и за содержанием остановок, уборкой снега. А вот жители Приволжского микрорайона уверяют, с транспортом проблем нет, и дороги в этом году привели в порядок. Отремонтировали внутриквартальную дорогу вдоль 94-го дома, отремонтировали тротуарную пешеходную дорогу, ну и восстановили нам парковку. Обратились активисты с вопросом развития небольшого сквера на улице Георгия Димитрова. После ремонта трубопровода место отдыха восстановили, но жители просят продолжить благоустройство, установить дополнительные лавочки, посадить деревья и сделать новую детскую площадку. Эти работы поручено провести районным властям, в том числе предложить варианты размещения детской площадки и сделать новое покрытие на спортплощадке в соседнем дворе. Марина Кравцова, Константин Головин. События.